Лебедь из автомобильной покрышки, гном из строительной пены и деревянная баба-яга. Герои мультфильмом начали появляться в одном из дворов на ХТЗ больше 10 лет назад. Придумывает и создаёт сказочных персонажей 67-летний пенсионер Валентин Жгуридис. Ну и внучка отродилась первая. Гулять не едет, ничего показать, машины ставят везде. Ну я поначалу сделал песочницу, вокруг песочницы пеньки поставил, начал делать, там зайцы сделал, лягушки. Но они уже за это время сгнили. Ну я восстанавливаю, восстанавливаю как смогу, конечно. Главный вдохновитель и помощник в создании сказочной поляны – внучка Валентина Жгуридиса Кассандра. Свободная от учёбы время, 10-летняя девочка проводит с дедом на площадке. Мы зимой там украшаем фигурки гирляндами, вешаем всякие бантики. И летом мы делаем новые фигурки. Материалы для сказочных фигурок мужчина подбирает самостоятельно. За свои деньги покупает различные элементы, краски и гвозди. Деревья пили, кранируют, да. Я посхожу, прошу, это с трудом мне дают. Или они на ночь ставят такие вот, простите, так сказать, позаимствую. Ну, достаю. Люди приносят, не знаю, прикатят. Знаете, приятно, конечно, что… Кроме персонажей советских мультфильмов, на поляне начали появляться современные герои – губка Боб и миньоны. Помочь мастеру в их изготовлении просится местная детвора и предлагает новые идеи. Ну, мне бы хотелось, чтобы еще появился из мультика «Финн» и «Джейк». Это такие герои. К появлению фигурок под окнами поначалу некоторые соседи отнеслись скептически, вспоминает Валентин Жгуридис. Однако со временем идею приняли. Сейчас сказочную поляну жители ХТЗ считают местной достопримечательностью. А ее создателя называют настоящим волшебником. Он постоянно заботится не только, как говорится, о своих детях и внучках, но и окружающих. Благодаря его таланту наши дети и внуки воспитываются в духе прекрасного. В планах мастера на это лето – поселить на поляне новых героев. Пенсионер говорит, фигурки будет делать до тех пор, пока хватит сил. Ирина Сайко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».